День рождения многоквартирного дома Несмотря на переменчивую погоду, в дворе собрались не только жители, но и почетные гости Хочется поздравить вас с этим замечательным юбилеем, юбилеем вашего двора, юбилеем вашего дома Все улыбаются, все радостные на сегодняшнем празднике Поэтому хочется, чтобы в вашем доме всегда царила самая главная дружба Чтобы вы с уважением относились друг к другу при встрече, поддерживали теплыми словами, помогали, никогда не ссорились и не ругались В 1983 году сдача в эксплуатацию пятиэтажного дома стала большим событием для поселка За 35 лет жители стали не просто соседями, а почти родственниками Вместе растили детей, радовались рождению внуков, делили боль утраты близких Чем славен этот дом? Конечно, своими жильцами В этот праздничный день чествовали старожилов и самых юных новоселов Теплые слова прозвучали и в адрес наиболее активных жителей, благодаря старанию которых придомовая территория всегда благоустроена Особые слова поздравлений звучали в адрес квартальной дома Валентины Таркуновой Ее неуемная энергия сегодня помогла организовать этот праздник На протяжении всего вечера для живущих в этом доме семей звучали музыкальные подарки Чудесный праздник! Таково единодушное мнение всех участников торжества Спасибо за концерт, конечно, и администрации Дома культуры, нашему квартальному домкому Праздник вроде бы удался Самое интересное, чтобы еще бы 35 прожить людям здесь Чтобы не было никаких больших разрывов И самое главное, школьникам надо здесь воспитать так, чтобы они чтили стариков, бабушек и дедушек Праздник нам очень понравился И дочки, и мои дочки, слушали песни, красиво так пели нам Пожеланий столько Спасибо большое В зале районной администрации подвели итоги летней оздоровительной кампании В Северском районе в летний период 4800 молодых людей приняли участие в массовых культурно-досуговых мероприятиях Среди них фестиваль «Молодежные лета-2018» Неформат, молодежные акции, посвященные Дню России и Дню Северского района Дню флага Конкурсная программа «Действуй, живи, дыши» С 24 июля по 9 августа прошли три пятидневные смены в стационарном лагере «Мирный» Его посетили 315 человек На конец лета организована работа 40 подростково-молодежных оздоровительных площадок С общим охватом 2306 молодых людей Также на совещании обсудили итоги организации и проведения государственной и долговой аттестации в 2017-2018 учебном году По итогам прошедшего учебного года в Северском районе два выпускника получили стубальные результаты В школе номер 45 по химии и в школе номер 36 по литературе Средний балл по русскому языку 75,8 баллов 125 выпускников достигли наибысших показателей Лучшие результаты показали Азовская гимназия 6, 32, 45 и 16 школы В Северском районе мужчина проследил за экспедитором и украл 70 тысяч рублей С заявлением о краже в полицию обратился водитель местной торговой фирмы Потерпевший рассказал, что из его служебного автомобиля пропали деньги Следствием установлено, что экспедитор припарковался у очередного магазина и отправился за выручкой Денежные средства мужчина оставил в салоне автомобиля Полицейские опросили очевидцев и выяснили личность предполагаемого преступника Которым оказался 38-летний местный житель Злоумышленника задержали у него дома и доставили в отдел полиции Выяснилось, что мужчина специально проследил за экспедитором и, дождавшись удобного случая, украл пакет с деньгами Похищенное он успел потратить В отношении грабителя возбудили уголовное дело, материалы которого уже переданы в суд Ему грозит до пяти лет лишения свободы Об опасных загруженных дорогах в Индии слышали, наверное, многие Но на этом перекрестке в Пхубанишвари полицейский регулировщик по имени Протар сумел добиться порядка Он управляет потоком транспорта с помощью танцевальных движений Водители не только замечают креативного полицейского, но даже соглашаются соблюдать ПДД Правда, некоторых приходится умолять жестами «Я выбрал такой стиль, чтобы заставить людей слушаться Они уже привыкли ездить как угодно, поэтому я искал выход Я решил использовать вот такие движения и с их помощью навести порядок Я показываю сигналы, и люди повинуются» Из-за постоянных нарушений правил дорожного движения в стране часто происходят аварии Протар хочет, чтобы поездки людей стали безопаснее Правда, некоторые упрекают полицейского за несоблюдение дисциплины во время работы Но многим водителям нравится «Это новый хороший способ научить людей правилам Благодаря ему они обращают внимание на регулировщика И это помогает им понять ПДД» Такую технику регулировки движения изобретательный полицейский применяет уже 4 года Редактор субтитров А.Семкин